Всем привет! Меня зовут Ольга, с вами компания Электромотор. И этот видеоролик я хочу посвятить такой теме, как солнечные коллекторы для системы отопления. Компания Электромотор Что хочу сказать? Очень часто от наших клиентов поступают звонки с просьбой просчитать им проект, подобрать и объяснить, как работает и сколько стоит. Солнечные коллекторы для отопления. То есть люди хотят зимой полностью отопить дом, чтобы сэкономить, не зависеть от государства, установить себе данную систему. В этом видеоролике я хочу вам сейчас сказать, что мы находимся в такой стране, в которой на самом деле солнечная пиковая активность, солнечная инсоляция очень высока, всего 4 месяца. Ну, возможно, это с мая по август. Еще, в принципе, иногда захватывается сентябрь и октябрь. То есть, получая, что 4 месяца плюс 2, 6, полгода у нас солнце неактивное. Независимо от того, какую систему вы поставите и установите, под каким углом, то есть то ли вакуумные коллекторы, то ли плоские, вы все равно не получите зимой воду в 60 градусов. Например, как это вы можете получить летом? Летом – да. То есть, солнце достаточно активное. Вы можете установить контроллер на и 60 градусов температуру, и 80, если вам это необходимо. И использовать горячую воду не только для водоснабжения дома, но и, например, для полива и других своих целей. Но что касается отопления, зимой вы можете использовать гелиосистемы только для того, чтобы поддержать в одном из накопительных баков температуру. То есть, вы устанавливаете в доме 2 накопительных бака, один подключается к солнечной гелиосистеме, и в нем средняя температура зимой составляет где-то 30 градусов. Что такое средняя температура зимой? Это не значит, что зимой у вас стабильно будет 30 градусов вода. Нет, это значит, что в какие-то дни пасмурные, не солнечные, у вас может быть вода 10-15 градусов, а в несколько дней, когда будет мороз, и температура очень, то есть активность солнца будет очень высокая, температура может прогреться до 30. Итак, что же вы получаете, установив солнечную гелиосистему в вашем доме для системы отопления? Первый момент это то, что в вашем накопительном баке всегда плюсовая температура воды, которая циркулирует в ваших радиаторах. То есть, это препятствует замерзанию, у вас поддерживается постоянная плюсовая температура, не задействуя при этом ресурсы твердотопливного или электрического котла. Второй момент, все-таки, когда вы уже догреваете воду до нужной вам температуры, например, 60 градусов, тем же электрическим котлом, вы используете уже меньше электричества, потому что есть разница, если вам нагреть воду от 10 до 60, либо, допустим, с 30 до 60. То есть, у вас уже экономия идет на твердом топливе, либо на электричестве. Для того, чтобы просчитать полную выгоду, которую вы получаете с солнечными коллекторами, обращайтесь в компанию «Электромотор». Мы просчитаем вам полный расход ваших ресурсов в плане воды, солнечной энергии и электроэнергии. И покажем вам все достоинства этой системы. По вопросам звоните по телефону 044-53038. Пока! Продолжение следует...